Сегодня православные верующие отмечают День памяти святой мученицы Татьяны, покровительницы студентов. В первом в Украине студенческом храме, который носит имя, почитаемый среди всех православных святой, на четвертой станции Большого фонтана, в этот день божественную литургию провел митрополит Одесский и измаильский Агафангел. Ее посетили более тысячи верующих. По окончании службы всех ожидал праздничный благотворительный обед. Подробнее далее. Первый в Украине студенческий храм святой мученицы Татьяны отмечает свой престольный праздник. Утро здесь началось с божественной литургии, которую провел митрополит Одесский и измаильский Агафангел. Более тысячи прихожан со всего города посетили праздничную службу. Я думаю, радует сегодня это высшее учебное заведение, Одесский национальный университет, юридическая академия, которая достойно совершает свою миссию, готовит достойных профессоров, преподавателей, студентов для различных направлений. Сергей Васильевич, он у нас всегда первый. Он был инициатором постройки, и ему удалось построить этот храм студенческий в первой Украине. Храм святой мученицы Татьяны построен по уникальному, не имеющему аналогов архитектурному проекту. За эти годы церковь обрела десятки тысяч прихожан. В строительстве помогали преподаватели, студенты, выпускники Одесской юрокадемии со всей Украины и простые граждане. Я искренне благодарен митрополиту Одесскому измаильскому, что он нашел время и сегодня вместе со всеми прихожанами служит службу. И вы видите, что храм особенно сегодня торжественен, потому что сам митрополит находится именно здесь. Я думаю, что это хорошие, добрые традиции, и мы всячески будем их развивать. В храме, не только в праздничный день, вообще приходя в храм, мне кажется, что это почти единственное место, когда человек может, неважно какой национальности, русские, украинцы, белорусы, гагаусы, мы все братья, мы все празднуем праздник. Если есть в душе любовь и есть Бог в сердце, то у нас все получится. Все женщины, которые носят имя Татьяна, в этот день отмечают свой День Ангела. Студенты Одесских вузов вместе с преподавателями и другими прихожанами также традиционно приходят в храм, чтобы помолиться небесной заступнице. Пришло очень много людей, многие Татьяны обычно приходят в этот день. Этот праздник всегда почитается у нас в народе, это день всех студентов. По окончании богослужения всех прихожан ожидал праздничный благотворительный обед. Его посетили одесситы со всех районов города, малоимущие пенсионеры и переселенцы. В этот морозный день верующие согревались горячим обедом, приготовленным прямо под открытым небом в котлах полевой кухни. Напоследок все прихожане получили подарки в честь праздника. Я сама живу в Даленьке, но приезжаем сюда уже лет 8 точно. Всегда на Татьяны. Причащаемся, споведаемся, кушаем. Всех с праздником. У меня внук Богдан родился на Татьянин день. Сегодня ему 9 лет. Он подарки дали, спаси Господи, Красмашенко ему попала, будет довольный. Огромное спасибо Сергею Васильевичу за эту организацию, за этот духовный праздник, который он так прекрасно организовал. И вы знаете, такие праздники нужны. Нужны для очищения тела, для очищения души. Традиция проводить праздничные обеды существует уже 13 лет. С тех пор, как при Одесской юрокадемии была открыта первая студенческая церковь. Сегодня же для прихожан храма этот праздник – хороший повод отвлечься от насущных проблем и порадоваться встрече. Я хотел бы пожелать всем девушкам, которые носят имя Татьяны, чтобы они были счастливы, чтобы они были удачливы, чтобы в их жизни всегда было счастье, любовь, благополучие, чтобы в их семьях был достаток, тепло. И пусть нас всех хранит Господь. Одной из главных святынь студенческого храма является икона святой мученицы Татьяны с частицей ее мощей. Также многие иконы были написаны монахами со святой горы Афон, специально для храма святой мученицы Татьяны. Иверская икона Божией Матери, икона Скоропослушница, икона Всецарица и Млекопитательница, день памяти которой сегодня также отмечают все православные.